Куски обоев, обрезки плинтуса и упаковочный материал – эти строительные отходы можно выбросить и в мусорный бак. Хлопот доставит тяжелый и крупногабаритный мусор – старая плитка, кирпичи, сантехника, мебель. Многие думают, раз строительный мусор не помещается в контейнер, значит, можно его оставить рядом. В год мы помним, что норма образования у человека 1,1 метр кубический. Это годовая цифра, это цифра не месячная. Поэтому образуется дополнительный объем, который необходимо дополнительно оплатить. Все, что осталось после ремонта, нужно вывозить. Сделать это можно и самому, в случае, если отходы относятся к категории малоопасных для окружающей среды. Например, пластик, стекло или металл. Только сначала придется найти транспорт для доставки и заранее купить талоны для отгрузки в обслуживающей организации «Ямалкомсервис». Стоимость самовывоза кубометра – 181 рубль. Объем мусора считается в неуплотненном состоянии. Визуально все осматривается на полигоне. Если вдруг что-то попадает, то, что нельзя завозить, например, электронные лампы, аккумуляторы и так далее. Многие такие отходы собирают у себя и вывозят сами. Тут машина такая, конечно же, на полигон не проедет. Мы стараемся это контролировать по мере возможности. Проще поручить вывоз крупногабаритного строительного мусора коммунальщикам, в распоряжении которых имеется специализированная техника. С 1 июля транспортировка отходов на полигон осуществляется обслуживающей организацией только при наличии лицензии. С физическими лицами заключается договор на вывоз крупногабаритного мусора. Только от собственника мы узнаем, какой объем есть у него. Куб или 8 кубов, или 10 кубов. Значит, один куб такого мусора стоит вывезти 500 рублей. Если вы, например, меняете двери и окна, или хотите избавиться от старой мебели, целесообразно заказать 8-кубовый контейнер, советуют специалисты. Если производится какая-то работа, длительная и объемная, мы в месте, где указывает заказчик, поставим этот контейнер. Он наполняется за день, за два, за три, сколько ему надо времени. Все, мы приезжаем, забираем. Тем не менее, баррикады законных храм, отслужившие сантехники и старой мебели рядом с контейнерными площадками периодически радуют взор. Тратиться на вывоз крупногабаритного мусора на полигон, когда его можно тихонько вынести во двор или свалить где-нибудь в лесу, большинство жителей не считает нужным, несмотря на то, что за это предусмотрены штрафные санкции. Ирина Заикина, Денис Гимб, Олег Семагин. Новости Губкинского.